Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Что, слаба? Да, это получше. Вот сестра ее в соседней палате при смерти. А что с ними случилось? Отравились, наверное. Брат в скорой сказали, что на столе жареные грибы были. Ох уж эти грибы, сколько раз людям говорено. Не знаете, не собирайте. Вера не ела грибы. Ой, очнулась. Как вы себя чувствуете? Вера не ела грибы. А что? Что она ела? Ничего. Только компот пила из сухофрукта. Зовите доктора! Быстро! Что это, Вера? Пустите меня к ней, сестречка. Все. Время смерти запишите. Вы очнулись? Верочка. Примите мои соболезнования. Доктор, ведь это же не грибы. Нас отравили. Отравили. Экспертиза показала, что сестры Быковы отравились мышьяком. Старшую 52-летнюю Веру спасти не удалось. 45-летняя Надежда выжила, но была слишком слаба, чтобы давать показания. Вера Быкова была химиком по образованию. Всю жизнь проработала инженером-технологом. Ни мужа, ни детей в нее не было. Два года назад ушла на пенсию. Недавно продала квартиру в Днепропетровске и купила домик в селе Николаевка. Младшая сестра Надежда часто приезжала к ней в гости. Так было и в этот раз. Разобраться в том, несчастный это случай, или сестер отравили умышленно, предстояло следователю Анастасии Лепетун и старшему оперуполномоченному Дмитрию Григоряну. Женечка, что там? В общем, здесь грибы. Ну, а в кастрюле компот из сухофруктов. Я так понимаю, мышьяк либо сюда, либо туда подсыпали. Сушеные яблоки вот. А чернослива я не вижу. Хотя компот был из яблок и чернослива. Его нигде нет, я искал. Так, матешка, сахар, соль, специи и травы вот эти. И все, что в холодильнике, тоже заберу. Анастасия Сергеевна, охота вам тут время проводить. Мы еще не выяснили. Может, это несчастный случай? Я так и знала, что ты эту песенку запоешь. Слушай, сестра погибшей четко сказала, их отравили. Так может, погибшая отравила? Вон, посмотри, чем она увлекалась. Как сохранить здоровье, чудо голодания, исцелить себя сам, уринотерапия. Что это? Лечение мочой. А как ей лечат? Пьют. Да, и к гадалке не ходи. С головой у покойной явно того. Ну вот, ты и выясни, того или не того. Я смотрю, вы как-то спокойно на уринотерапию отреагировали. Знакомы? Во дворе дома Веры Быковой собрались ее односельчане. Идет? А, ну вот. Здравствуйте, товарищи. О чем шумим? Да вот хотели же узнать, как там у Быкова. Говорят, Вера померла. Да. И отчего же? Отравилась. И кто же их отравил? Да никто их не отравил. Тогда грибов поела и померла. Поганками отравил? Да, вроде да. А почему вот эта милиция тут? Ну так положено. Расходитесь, товарищи, тут не цирк вам. А как надежда? Она поправится. Да почем я знаю? Идите, не толпитесь. Здравствуйте, я участковый, Линский. Капитан Григориан, пойдемте поговорим. Что скажете о покойной? С кем общалась? С кем ругалась? Ну, насколько я знаю, с местными она не общалась. К ней сестра приезжала. Не в курсе, они не ссорились на днях? Да это у Нинки надо спрашивать. Вон ее дом. Участковый уверял, что лучше очень любопытной соседке никто не расскажет, что происходило между сестрами. Нинка все знает, все видит, не молчит. Ну, с срока. Как-то подглядела, что Быкова босая по снегу шастает. Зачем? Ну, закаляется по какой-то специальной системе. Пик популярности учения Порфирия Иванова пришелся на середину 80-х, после того, как журнал «Огонек» в 1982 году выпустил оцелители большую статью. Читатели буквально завалили редакцию письмами с просьбами рассказать детально об учении Иванова. Тогда специально для читателей журнала Порфирий Иванов написал 12 советов здоровья. Так появилось краткое изложение его оздоровительной системы под названием «Детка». Это была практическая часть учения целителя. В основе лежали закаливание, лечебное голодание и восстановление связи с природой. Последователи учения, их называли «Ивановцы», верили, что именно в этих 12 советах кроется ключ к победе над всеми заболеваниями, включая рак. Находились в среде ивановцев и те, кто воспринимал учения Порфирия Иванова не только как оздоровительную программу. Такие последователи продавали свои квартиры в городе, переезжали в села, чтобы вести аскетический образ жизни, как это делал целитель. Среди приверженцев учения Порфирия Иванова было много известных людей, художников, писателей. Актеров, жен политических деятелей. Да вы у Нинки спросите, она вам лучше все расскажет. Ну так пойдемте к этой Нинке. Так нет ее, уехала на пару дней. Неплохо. Экспертиза продуктов из дома погибшей показала, что мышьяк был в компоте. В других продуктах, сахаре, сушеных яблоках и грибах его не обнаружили. Это означало, что отраву намеренно подсыпали именно в компот. Следователь рассчитывала, что показания второй сестры, Надежды, помогут следствию продвинуться. Ведь она первая заговорила об умышленном отравлении. Надежда Быкова работала в ателье Интпашива. Коллеги отзывались о ней положительно. Семья Надежды – это муж Игорь Слащев и 15-летняя дочь от первого брака Татьяна. На третий день врачи позволили сыщикам встретиться с потерпевшей. Скажите, а у вас были враги или недоброжелатели? Я не знаю. Мы вроде бы со всеми ладили. Но вы же сказали врачу, что вас сестру отравили. Ну, а как же отрава могла попасть в компот? В тот день мы порядок наводили. Я нашла сухофрукты, черносливы, яблоки. Дай, думаю, Верочке компот сварю. А мы нашли только яблоки. А черносливов было совсем немного. Я его весь в компот и бросила. Знаете, Верочка же вначале не хотела пить компот. Господи. Это я ее заставила выпить. Ты на что дрова переводишь? Компот тебе варю. Какой компот? Мне только воду можно. Компот полезнее воды. Надя, организм надо периодически очищать путем полного голодания. Вот смотри. Порфирий Корнеевич пишет. Можно только воду. Я так и буду делать. Верочка, ну посмотри, какая ты худенькая. Ты убьешь себя этим голоданием. Ну что ты из Иванова себе бога сделала? Выпей хотя бы компотик. Раз не кушаешь ничего. Давай. Ой, ну давай уже. Кисловат, да? Можно я сахарку добавлю? Нет, нет, нет. Сахара нет. У меня есть сахарозаменитель. У меня есть сахарозаменитель. А вот Верочка не меньше литра. Потом нам стало плохо. Она потеряла сознание. А дальше... И никто к вам не приходил, и вы никуда не уходили. Скажите, а кто мог вас отравить? Не знаю. В общем, все, что мы в доме нашли, химики уже проверили. Мышьяк в компоте. Остальные продукты чистые. Ясно. Значит, яд намеренно в компот подсыпали. Вот только непонятно, если к ним никто не приходил, они никуда не уходили. Мистика какая-то, эзотерика. Да нет здесь никакой мистики. Просто отравить могли не компот, а один из его ингредиентов. Матюшка, ну ты же сказал, что все проверил. Я проверил то, что мы нашли. Сушеные яблоки, грибы, соль, сахар и сахарозаменитель. Ну, чернослива-то мы так и не обнаружили. Ну и плюс ко всему вода, на которой компот варили. Тоже неизвестно откуда. Сестра сказала, что чернослив она нашла в доме и весь в компот положила. Анастасия Сергеевна, ну почему мы этим занимаемся? Не по прокуратуре-то дело. Я уже сообщила наверх, что у нас умышленное. Так что, Григориан, ноги в руки и вперед искать улики. На премию квартальную видите? Планы перевыполняете? Свободные. Григориан, орешки свои забери. А что мы тут ищем, умник? Сухофрукты. А именно чернослив. Сам же говорил, что они варили компот из того, что в доме было. То есть мы тут на карачках обследуем 30 квадратов чердака в надежде найти пару ягод чернослива, да? В Днепропетровской клинической больнице скорой помощи умерла Вера Быкова. Предварительная причина смерти отравление грибами. Но сестра погибшей Надежда утверждает, что причина отравления не грибы, а компот из сухофруктов, который она приготовила накануне. Экспертиза продуктов из дома погибшей подтвердила ее слова. Компоте из яблок и чернослива обнаружили мышьяк. Сыщики отправились в дом погибшей в надежде найти отравленный чернослив и выяснить, кто и зачем расправился с женщиной. А что мы тут ищем, умник? Сухофрукты. А именно чернослив. Сам же говорил, что они варили компот из того, что в доме было. То есть мы тут на карачках обследуем 30 квадратов чердака в надежде найти пару ягод чернослива, да? Твои предложения. Я пойду, а ты ищи. Иди. Анастасия Сергеевна будет внеописуемым. Николаевич! Ау! Вон где чернослив сушили. Здесь пятна от сливы. Это ты на глаз определил? Да на глаз. У меня бабушка тоже чернослив сушила. Молодец. Валю. Ты там работай, работай. Черт. Эй, эй! Ты чего там лазишь? А вы, случайно, не Нина? Может, и она. Во-первых, полномоченный Григорян. Это вы по поводу сестер? Да. Хорошо, что вы приехали. Я как раз к вам собиралась. Почему? Я думаю, Верка сама на себя руки наложила. И Надьку отравила. Специально поганок насобирала. Они компотом отравились. Компотом? Да хоть бы и компотом. Все равно это Верка. Почему вы так решили? Я слышала, как Верка уговаривала Надьку на себя руки наложить. Я сначала не поняла, о чем они говорят. Ну, а потом стало понятно все. Ведь это не жизнь, Надя. Такая жизнь хуже смерти. Нужно положить этому конец. Вера, я еще не готова. Когда ты будешь готова? Не знаю. Мне страшно решиться. Надя, не бойся. Ты сделаешь это и будешь свободна. И все закончится. Таня, отнеси в дом. Сестра тебе плохого не посоветовала. О, здрасте, тетя Нин. А что это вы тут делаете? А я здрасте вам молочка принесла. Здрасте, соседушки. Верка, она ж чокнутая была. Она зимой босиком ходила и голодала. А спрашивается, чего? У нас что, война, что ли? Или жрать нечего? Вон в магазине всего полно. И хлеб, и колбаса бывает. Николай, представляешь, нашел чернослив. Аж три штуки. Молодец. Я к вам позже взгляну. Соседка рассказала, бывший хозяин дома Виталий Бондаренко сушил чернослив на чердаке и складывал в полотняные мешочки. Матяшка, слышал? По мешочкам. Да, вон там один под крыльцом и валяется. Черносливом пахнет. После разговора с соседкой оперативник решил поговорить еще с одним свидетелем странного разговора между сестрами, с дочерью Надеждой Татьяной. О чем вы говорите? Какое самоубийство? Тетя Вера была верующей. Это страшный грех. Соседка слышала, как твоя тетя склоняла к самоубийству твою маму. Ты там тоже была. И что же она говорила? Что такая жизнь хуже смерти, что с этим нужно заканчивать. Она что, вообще уже... Тетя Вера упрашивала мою маму, чтобы она бросила Игоря. Кого? Отчима моего. Это второй муж мамы. Он младше ее на семь лет. Мало того, что он жил за ее деньги, так еще и изменял ей постоянно. Мы с тетей Верой умоляли маму, чтобы она поскорее его бросила. Сестра тебе плохого не посоветовала. О, здрасте, тетя Нин. А что это вы тут делаете? А я здрасте вам молочка принесла. Здрасте, соседушки. Спасибо. Не дома проходной двор какой-то. Вы тут потише разговаривайте. А то соседки уже все услышали. Ну и ладно. Если ты немедленно не выгонишь это животное, оно таки изнасилует твою дочь. А вот с этого места поподробнее. То есть он тебя домогался? Да. Он однажды пришел в квартиру пьяный и начал приставать ко мне. Таня сказала об этом матери. Та пригрозила мужу милиции и дала неделю на то, чтобы он собрал свои вещи и ушел. А он мог навредить твоей маме? Конечно мог. Он еще тот подлец и жил за ее деньги. То есть когда твоя мама его выгнала, он остался без денег? Тетю Веру он ненавидел, потому что она уговаривала маму, чтобы она его бросила. А где сейчас твой отчим? Откуда я знаю? Наверное ищет кого-то, кто его будет содержать. Игорь Слащев, 38 лет. Работал инженером в Днепропетровском НИИ Стали и Сплавов. До Надежды был дважды женат. Отплатил алименты троим детям. В браке с Надеждой прожил 3 года. Сотрудники характеризовали его как человека хорошего, но легкомысленного. На работе Слащева оперативники не застали. По месту прописки его тоже не было. Но один из приятелей дал адрес его подруге. Это точно. Вы Игорь Слащев. А в чем дело? Гражданочка, я не вас спрашиваю. Ну, здравствуйте. Добрый день. Да, я Игорь Слащев. Надежда Быкова, ваша жена. Игорь, ты же сказал, что между вами все кончено. Игорь Слащев. Иночка, все так и есть. Все нормально. Передайте Надежде ее чокнутой сестричке, что я их не боюсь. Правильно делаете. Кого бояться? Вера мертва. Надежда в больнице. Еле откачали. Так что, пройдемте. Игореш, что говорит этот... Этот говорит правду, а вы не мешайте оперативной работе. Пройдемте. Пойдем, пойдем. Игорь. Иночка, это недоразумение. Я скоро вернусь. Пойдем. Игоря Слащева доставили в кабинет следователя. Решили отомстить жене и присвоить себе ее деньги. Мне и в мыслях не было мстить Надежде. Я вообще обрадовался, когда она меня выгнала. С чего бы это? Ну, вы же видели, вы же знаете, кто она? Дождь директора юбилейного. О, растешь. Юбилейный крупный ресторан. Вот именно. Я всего лишь хотел развестись и на ней не жениться. А что будущий тесть? Рад? У него выбора нет. Инна беременна. Анастасия Сергеевна, а вам не кажется, что перед нами сидит Альфонс? И что? Насколько я знаю, это у нас пока не наказываемо. Угу. В отличие от растления несовершеннолетних. Это вам Танька наплела. Так вот эта маленькая дрянь врет. Она просто узнала, что мы с Инаидей. Я опять видела тебя с той Фифой. Сколько это может продолжаться? Не суй свой носик во взрослые дела. Хватит издеваться над мамой. Уходи, не мучай ее. Надо будет, уйду. Достал. Я тебя заставлю уйти. Ты уйдешь, понял? Интересно, как? А вот так. Игорь, 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 пусти меня, мама. Понял? Уметайся. О, артистка. Тань, я ей пальцем не касался. Чтоб она там не выдумала. Вас послушать так вы святой. Святой не святой. А греха на душу не брал. Где вы были 15 ноября? У родителей был. В Харькове. Алиби Слащева подтвердилось. За два дня до трагедии он уехал в Харьков. Вернулся только 17 числа. Никто из жителей Николаевки не видел, чтобы мужчина появлялся там. Кроме того, когда оперативник повторно побеседовал с дочерью Надежды, та призналась, что намеренно оклеветала отчима перед матерью. Тем временем пришли результаты экспертизы Чернослива. Он оказался прошлогодним и в нем действительно содержался мышьяк в большом количестве. Кто-то пропитал плоды отравленным раствором. Но кто и с какой целью это предстояло выяснить сыщикам. Жень, стой, иди сюда. Что ты мне написал в отчете по мешку из-под Чернослива? Какие жучки-паучки? Если коротко, на дне мешка я обнаружил трупики мелких водоплавающих жучков и выяснил, что они обитают в стоячих водоемах. По суше не ползают. Кроме того, там были остатки водорослей и чешуйки рыб. А еще такой момент. На Черносливе рисунок был. А, на нем еще и рисовали, да? Да нет. Рисунок чего-то вроде сетки. Возможно, Чернослив в овоське хранили. И что мне искать? Овоську, водоросли, рыб, а? Матерьшка. Николаевич, ну а ко мне какие претензии? Все. Я к Анастасии Сергеевне. Подхалим. Изучив отчет эксперта, следователь отправила оперативника в Николаевку еще раз побеседовать с местным участковым. Значит, я в Черносливе был? Да, его на чердаке сшили. Там и отравили. Вот на чердак снаружи любой мог залезть. Да и почти у каждого сливка венгерка растет. А давайте пойдем другим путем. У вас есть где-нибудь тут магазин? Хочу узнать, кто недавно крысиный яд покупал. Да, есть. Пойдемте. Пойдемте. Григорян и участковый встретили на улице продавщицу сельского магазина Валентину Мардвинову. Валя, постой. Тут товарищ из милиции тебе вопрос хочет задать. Ой, только задавайте быстрее, пожалуйста. Мне нужно успеть детей покормить, пока перерыв. Скажите, а у вас недавно кто-нибудь покупал крысиный яд? Яд? Да сроду у нас никто его не берет. Годами лежит. Все покупают у этого местного забалдыки Гришина. Нет. У вас еще будут вопросы. Я очень спешу. Нет, спасибо. Слушай, а откуда у этого забалдыги Гришина крысиный яд? Он на элеваторе работает, а там грызунов травят. Ага. Ну, пойдем поговорим с ним. Куда ты ломишься? Перерыв же! Доброго здоровья. Ого, для начала неплохо. Опять самогон варишь? Да не варил ничего. Да клянусь. Милиция к тебе. Да клянусь, не варил ничего. Да не волнует меня твой самогон. Я от крысины кому давал недавно? Ничего я никому не давал. Да и вообще, меня же как год назад с элеватора поперли. Где же я теперь его возьму-то? Нет уже, закончился. А последним меня Кузьмич забрал. Кто это? На пару слов. А ты уши не развешивай. Чего это больно уж не надо-то, а? Полгода назад в селе был конфликт с участием Ивана Тищенко. Ну, он тогда подрался с братом покойного Виталия Бондренко. Алексей. А это кто? Вера Быкова. Отравленная. Дом у него купила. Точно, соседка ей что-то говорила. А из-за чего подрался? Ну, Алексей пообещал Тищенко продать дом. Быкова предложила больше денег. Тищенко и встречал и стал гузить. Иван Кузьмич, ну прости ты меня, но деньги нужны были очень, понимаешь? Ты же ее обещал. Ты же жанец ты такой. Да ты в черте сдался этот дом. Да чтоб спалить его и баню принял. Да пусти ты меня. Ну, Иван Кузьмич. Тищенко и Виталий Бондренко дальние родственники. Вместе дружили. У них горе общее на двоих было. Больше 10 лет назад пропала 15-летняя дочь Ивана Тищенко Аня. Возвращалась из соседнего села, опоздала на автобус. Шла домой вдоль трассы. Пятилетний мальчик видел, как она села в кабину попутного грузовика. Ни марки, ни номера он не запомнил. Домой девушка не вернулась. Через неделю сумку Ани и ее туфли нашли в 7 километрах от села в лесополосе. На левой туфле не было каблука. Девушку объявили в розыск, но Аню так и не нашли. Тищенко и Бондаренко очень горевали по Ане. Это их и объединило. Они были уверены, что девочка мертва и клялись, что не сдадутся, пока не найдут убийцу. Значит, склад такой. Тищенко и Бондаренко дружили. Когда умер Бондаренко, Тищенко хотел купить его дом, но он достался нашей погибшей Вере Быковой. А Тищенко Быковой угрожал? Участкова говорит, вроде нет. Не знаю. Вроде нет, не знаю. Вот и узнай. Я тут Тищенко был? Был. Возможность была. Ну и дом, это мотив. Угу. Ну что мы стоим, работаем. Дело надо расследовать. Иду, иду. Кстати, а чего умер Бондаренко, хозяин дома? Семь лет назад у него случился инфаркт. Ему дали инвалидность. Год назад сердечный приступ и... Ну вот. Тищенко давно претендовал на дом. А тут Быкова. Месть, это мотив. Не согласен, да? Змея под колодной. Что? Я говорю, змея голодная, вы кормите, кормите. Проходите. Ваня скоро придет. Оперативнику открыла жена Ивана Тищенко, Галина. Хорошо живете, как я вижу? Так и работаем хорошо. Муж рыбачит? Муж. И я иногда. Там у нас пруд за домом. А есть еще пруды в округе? Нет. Присаживайтесь. Я сейчас. А что это? Это? А, кубарь. Им рыбу ловят. Позвольте. И как часто вы так сушите фрукты? Сколько себя помню. Это Ваня придумал, потому что они не преют так. А черносливы тоже так сушите? Да. В этом году очень много. На кожуре груши отпечаталась мелкоячейстая сеть кубаря. Такие же следы нашел эксперт на черносливе, которым отравили сестер Быковых. Здравствуйте. Не ждал гостей. Я за чай. Я расследую убийство Веры Быковой. Как убийство? Клебами же. Что-то вы побледнели. Грибы тут ни при чем. Ее отравили мышьяком. Это не может быть. Мышьяк в черносливе был из прошлогоднего урожая. Скорее всего, сестры его нашли в доме. Боже мой. Нет. Ничего не хотите рассказать, гражданин Тищенко? Как же так? Как же? Поднимайтесь. Следователю все расскажете. Поднимайтесь. Поднимайтесь. Вань, ты куда? Вань! Не переживайте. Ну что, Тищенко, рассказывайте, как Быковых травили. Я не травил. Так вышло. На черносливе такой же рисунок, как и на грушах из вашего дома. Крысиный яд вы покупали. На дом претендовали. Вы не так поняли. Я за дочь отомстить хотел. Кому? Быковым? Скоту этого. Бондаренко. Это он убил с волота. Доченьку мою. В Днепропетровской клинической больнице скорой помощи умерла Вера Быкова. Причина смерти отравления мышьяком. Его содержимое нашли в компоте из сухофруктов. Сестра погибшей, которая его сварила, рассказала, он состоял из яблок и остатков чернослива, найденного на чердаке дома. Сыщики выяснили, Вера Быкова стала случайной жертвой. Отравленный сухофрукт предназначался предыдущему хозяину дома, Виталию Бондаренко. Да, я знаю, ваша дочь, это трагедия. Но почему вы вините Бондаренко? Ведь все говорят о том, что для него это тоже было горем. Вранье. Я сам все доказал. Год назад Бондаренко нанял внука Тищенко Юрка поменять прогнивший пол в банях. Тищенко зашел помочь парню. О! Да не получается. Давай помогу. Каблук какой-то. Дед, ты чего? Это был Анян каблук. Как вы узнали? Я сам ставил набойки на эти туфли. Вещи Ани, найденные в лесополосе, милиция вернула ее родным. Среди вещей туфли. На левой не было каблука. Тищенко сравнил найденный каблук с правой туфелькой. Каблук полка раньше отвалится. Нет. Она эти туфли одела впервые именно в тот день. Набойки были хлипкие. И Аша уже поменялась на железные. Ну, а почему вы сразу не пошли к Бондаренко? Пошел. Хотел убить этого мерзавца. Да он уехал. Бондаренко вернулся только через два дня. И Тищенко пошел к нему поговорить. А он признался? Да. Сразу. Рыдал. Говорил, что не хотел. Что случайно вышло так. Как все вышло? Что произошло? Вечером того дня он забрал Аню с трассы. Довез ее до колхозного гаража. Темно было. Он вылазился проводить ее. Тут дождь. Ох, ух и льет. Слушай, давай-ка лучше ко мне перебежим, переждем ливень, а? Нет, дядя Виталь, я спешу. Ну, смотри, тогда сиди здесь, я за дождевиками провожу тебя. Анечка, какая же ты красивая. Вы чего это? Дядя Витальевна, вы чего? Дядя Витальевна, я папе расскажу. Господи, что же то я? Аня, Анечка, прости меня, ты не так поняла? Мне девочки говорили, говорили, что ты к ним приставал, а я не верила. Я всем расскажу. Успокойся, пожалуйста, давай не будем ничего говорить. Я всем расскажу, всем, что ты извращенец. Я как подумал, как моя доченька там. Я ему как брат был всю жизнь, а он... Что было потом? Потом ночью он вернулся. Кофту Ани, туфли, положил ее уже сумочку. Тело, Анечке, багажник Жигулей и увез. Вещи в лесополосе выбросил. Анечку похоронил. Где? Там сейчас водохранилище. Не найти мне ночники. Почему же вы сразу в милицию не обратились? А что я предъявлю? Они мне говорят, нету тела, нету дела. Решил сам. Бондаренко вроде от сердечного приступа умер. Просто все знали, что у него сердце больное, поэтому искать никто не стал. Даже вскрытие не проводили. Тищенко знал, что Бондаренко любил чернослив и хранил его вот в таких мешочках на чердаке. Дождавшись его отъезда в санаторий, Тищенко пробрался на чердак и подложил во все мешочки заранее отравленные мышьяком плоды. А после смерти Бондаренко вернулся и забрал весь чернослив. Я не думал, что он в доме окажется. А он оказался. Клянусь, я никому зла не желал, кроме этого душогуба. Ну, а почему же вы сразу к нам не пришли, как только узнали об отравлении быковых? Да я думал, они грибами отравились. Понял, когда вас увидел во дворе своего дома. А зачем вам дом Бондаренко понадобился? Зачем вы хотели его купить? Да развалить его! Вон, Анечку, там! Вот так месть за преступление, совершенное больше десяти лет назад, стала причиной смерти невинного человека. В зале суда Иван Тищенко со слезами просил прощения у Надежды Быковой, несмотря на чисто сердечное признание и раскаяние, он был осужден на 12 лет. Вступив в права на следование, Надежда Быкова тут же продала дом покойной сестры Галине Тищенко. На следующий день он сгорел. По заключению экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание, однако у жителей Николаевки совсем другое мнение на этот счет. Матешка! Ты бы к Анастасии Сергеевне так часто не забегал? Я вообще-то по работе. Да знаю я твою работу. Да. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Дорогой, я приехала. Ранним субботним утром Маргарита Петрушевич, солистка Ростовского музыкального театра, вернулась из гастрольного тура по Болгарии. На выходных она планировала сначала как следует отоспаться, а затем вместе с мужем проведать родственников. Редактор субботним В конце ноября 1983 года в Ростове-на-Дону произошло резонансное преступление. В своей квартире убитый ограблен известный музыкант, лауреат международных конкурсов скрипач Сергей Петрушевич. Разобраться в обстоятельствах дела предстояло следователю областной прокуратуры Павлу Ивановичу Маркелову. Вскоре после звонка в милицию в квартире Петрушевичей уже работала следственно-оперативная группа. В прошлом году я был у него на концерте в филармонии. Филь, когда? Примерно десять часов назад. Сейчас начало десятого это значит около двадцати трех. Видите, череп проломлен в области затылочной кости одним ударом и чем-то тяжелым. Больше повреждений на теле я не вижу. Никита! Да? Припусти к меня быстрее. Что по орудию убийства? Ну что? Не нашли пока. Да это может быть все что угодно. Молоток, топор, ключ разводной. Понятно. А вот это? Щелкнули как орех. Тут сигнализация есть. Она отключена. Открыли ключом. По словам криминалиста сейф вскрыли обыкновенной воровской фомкой, о чем свидетельствовали царапины на двери сейфа. Кстати, а на входной двери я царапин не заметил. Значит, открывали ключом. Может, сам впустил? Ладно. В сейфе что было? Какая-то скрипка дорогущая. Вдова говорит, как три волги стоит. Да, ну. Добро. Разберемся. по словам вдовы в квартире мог еще быть сын Артем, студент музыкально-педагогического института. Артем живет отдельно. Но если кто-то из нас в отъезде, остается ночевать. А где он живет? На Ленина. В квартире моей матери. Звонили ему? Ну, конечно. И друзьям звонила. Нет, нигде. А в сейфе что, говорите, было? Антониац. Я же говорила. По словам жены, убийца похитил старинную скрипку работы итальянского мастера Антониацци. Ее Сережа в 61-м получил за победу в Неполе на международном конкурсе. А может, еще что-то? Деньги, драгоценности? Еще помада пропала. Французская фирмы Ивроше. Новая совершенно. Один раз пользовалась. Там еще трещинка была. На колпачке уронила ее. Может, вы ее куда-то спрятали и забыли? Нет, я ее с собой в турне не брала. Сыну мужу никогда мои вещи не трогали, приучила. Маргарита настаивала, что помаду украли. Значит, помаду украли. Ну, хорошо, украли и украли. Странный просто выбор у преступника. А почему на сейфе сигнализация отключена? Так она у нас общая. На двери, на окнах и на сейфе. Домой приходили, снимали сигнализацию. Ясно. Валер, это все? В общих чертах, да. А, в общих, да. А в частности? А в частности, как всегда, сюрприз. Показывай. Идемте. Никит, пройди с нами. В комнате на журнальном столике стояли бокалы. На одном из них разовел след от помады. шершеля фамм. Шершеля. Напомни, вдову как зовут? Маргарита Львовна. Маргарита Львовна? Маргарита Львовна, вы не знаете, с кем ваш муж здесь встречался в ваше отсутствие? Руками только. Ничего не трогайте. я сам. По цвету напоминает мою. Бледно-розовая в роше. Угу. А это та, которую украли? Такая была только у меня и у Айстрах. У кого, простите? Роза, Айстрах. Ну, что совсем музыкой не интересуетесь? Это самая известная в нашем городе пианистка. Мы с ней дружили всей семьей. Дружили, значит? А сейчас? Ну, я ничего не хочу сказать, но стала я замечать, что Айстрах Сергею строит глазки, а он ей. Айстрах вы уверены? Судите сами. Я думала, муж только мне привез помаду. Нет. И розочки тоже. Господи, папа! Артема! Артема! в 8 вечера я позвонил и предупредил, что не приду ночевать. А где вы были? На дне рождения Пашки Смоленинова. Мы отмечали, поэтому и не пришел. А если бы пришел, и отец бы еще живо остался. А назовите мне фамилии ваших друзей, которые там были. Сева Блюмштайн, Паша Смоленинов и Саня Витко. Слова Артема проверили. Его однокурсники три студента Блюмшталь, Смоленинов и Витко подтвердили, что Артем выпивал с ними весь вечер и всю ночь. А вот пианистка Айстрах на телефонные звонки не отвечала. Дома ее не оказалось, на работе тоже. Но очень информативной для следствия оказалась беседа с другом и коллегой убитого скрипача, альтистом Давидом Гудковским. Айстрах уже неделю в Ереване на гастролях. Должна вернуться 30-го. Поклонница? Да. Скажите, а у вашего друга у Петрушевича тоже были поклонницы? Разумеется. Но он себе не позволял ничего такого, никаких проказ. Пока несколько месяцев назад не появилась Людочка. Устоять перед ней сложно. Женщина-омут. Я был словно в пустыне. Ведь там не было вас, моего самого главного зрителя. вы же могли предупредить, что не приедете. А я ведь вас ждал. Я ждал вас целой вечности. Скажите, а эту Людочку он мог пригласить к себе домой в гости? Трудно сказать. Мог, наверное. Понятно. Ну, вы хоть что-то про нее знаете? ее фамилию или где она живет, кем работает в конце концов? Я не знаю, как ее фамилия и где живет, мне тоже неизвестно. Знаю только то, что мне сказал Петрушевич. Она не замужем, работает переводчицей. Переводчицей? Интересно. Где же у нас в городе работают переводчики? Ну, что ты стоишь? Присаживайся. Держи. Горячий. Спасибо. Ну что, новости есть? Оперативник выяснил, что Людочка работала в Ростовском Петинституте на факультете лингвистики. Фамилия ее Лойченко. Живет она Намира с четырехлетним сыном. Правда, на работе ее сложно застать. Она туда приходит два-три раза в месяц. А муж? Умер. Два года назад. Генерал авиации. Ух ты. Это что, молодая, богатая вдова? У нее полный комплект. И дача, и квартира, и машина. У меня и фотография есть. А, ну. Что скажете? Ну, что скажу. Не омут, а лицо знакомое. правды? Я думал, мне показалось. Где-то ее видел, но вот хоть казни меня, не помню где. Ну, да ладно. Что по экспертизам? Да, есть результаты. Экспертиза установила, что след на этом бокале от помады французской фирмы Ивроше. Кроме того, в крови жертвы и во втором бокале нашли клофелин. Вероятнее всего, убийцей была женщина, знакомая Петрушевича, и она знала о старинной скрипке. Информация о клофелине помогла сыщикам вспомнить, почему лицо переводчицы Людочки им знакомо. Она проходила свидетельницей по делу банды клофелинщиков, которая орудовала в Ростове семь лет назад. Расторопные молодые люди оборовывали антикваров, подсыпая им в спиртное клофелин. Людмила была младшей сестрой главаря банды по кличке Шорох. Почти всех участников преступной группы тогда удалось поймать и отправить за решетку, кроме водителя по кличке Калина. Вполне возможно, что в жизни скрипача Петрушевича Людмила Лойченко появилась не случайно. Правоохранители решили понаблюдать за ней. Вернувшись из командировки домой, оперная певица Маргарита Петрушевич обнаружила мертвым своего мужа, известного скрипача Сергея Петрушевича. Музыканту проломили череп, из квартиры похитили старинную скрипку работы итальянского мастера антониаци и французскую помаду и в Роше. На столике в комнате стояли два винных бокала, на одном остался след помады. При вскрытии в крови убитого обнаружили клофелин. Коллега Петрушевич и рассказал, Сергей в последнее время увлекся некой переводчицей Людочкой. Под подозрение попадает вдова генерала авиации Людмила Лойченко. Семь лет назад она проходила по делу банды клофелинщиков. Генеральская вдова жила в свое удовольствие. Среди тех, с кем она общалась, привлек внимание мужчина, похожий на иностранца. Он передал Людмиле синий сверток. Давай, до встречи. Идем. Стоять! Откройте, пожалуйста. Я иностранный гражданин. Да, говорите без акцента. Документы предъявите. Валер, глянь. Илья Васильевич Дугин. Надо же, имя какое иностранное. Прописка Таллинская. Что в свертке? Иностранец Дугин. Слушайте, я ни в чем не виноват. Я за них заплатил. Это мы видели. Павел Иванович, иконы восемь штук. Как интересно. После допроса гражданина Дугина сыщики пришли с обыском к переводчице. Я не понимаю, что вы ищете. Я ничего не делала. Ищем мы деньги, которые передал вам гражданин Дугин за восемь ворованных икон. Женись. Уже нашли. Это был тот самый сверток, который Людмила получила от Дугина. И вот еще кое-что. Статья 88. От 3 до 15. Ну я пошел. Доброники. Я не виновата. Меня заставили. Кто? Я должна была передать валюту Калине. Калина это водитель из банды Шороха, который в розыске? Да. Он заставил меня выйти на контакт с Дугиным и продать иконы. Да пойми, твоему брату на зоне будет хана, если всю сумму не отдать. Я в бегах, но меня нашли. Его там точно достанут. Ты понимаешь, насколько все это на волоске? Там наш общий скарт. Надо брата спасать. Найди покупателя, спихни все иконы. Я этого Дугина сразу приметила. Думала, иностранец. Ну да. Эстония почти за границей. Надо же этот Дугин три года как переехал, а уже иностранец. Я предложила ему иконы. Он согласился. Вот и вся история моего преступления. А откуда валюта? Калина человека дал. Он поменял часть денег за иконы. А сколько всего икон-то было? двенадцать. Жалостливая история. Да вы только труп у нас. Петрушевич скрипач. И скрипочка антикварная, тю-тю. Я об этом ничего не знаю. А можно ли вам верить, гражданка Лойченко, о том, что Петрушевич играет на Антониадце, знала полгорода? Ладно. С Петрушевичем у вас какие отношения были? Я была в него влюблена. Как-то мы с мужем попали на концерт. Тогда я впервые услышала, как он играет. У меня душа улетела. При мужа роман закрутили? Нет, что вы. Он строгий был. Когда его не стало? Подождите, а Калина знала о вашем романе с Петрушевичем? Его это не касалось. То есть, то, что мы знакомы, он знал. А что мы... Понятно. А на какой скрипке играл Петрушевич, знал? Думаю, да. Он, кстати, и у меня об этом спрашивал. А когда Калина должен объявиться? Говорил, послезавтра. Но когда придет, не знаю. Чтобы не спугнуть беглого преступника, было решено пока не задерживать Людмилу и организовать в ее квартире засаду. На вторые сутки в дверь позвонили. Заходи, сейчас отдам тебе деньги. Руки вверх! Вы задержанный гражданин Калина. Моя фамилия Осачий паспорт могу показать. Держать руки так, чтобы я их видел. Ай, черт! Какие иконы? Какие иностранцы? Кто вам такое сказал? Ну, уж доказательств у нас хватит. Давай про скрипку. Про какую еще скрипку? итальянского мастера Гаэтана Антониадз. Непонятные слова какие-то. Вешайте на меня что-то. Ты что думаешь? Самый шустрый? Да уж пошустрее тебя. Слушай сюда, Калина, на тебе уже и так вот сколько висит. Теперь еще мокруха? Да не трогай скрипача и скрипку этого вашего Гаэтана. Гаэтана. Идея с клофелином твоя? С клофелином? А чье же? Его теперь только ленивый не использует. А почему? Потому что вещь хорошая. Хватит поясничать. Скрипача убили. Не я. Родной мамой клянусь, я не мокрушник. Так, где ты был в ночь с 25 на 26 ноября? Ну, с этого и начали день запомнил. У бабы был я. А потом ее муж меня кварталами гонял. Свои штаны у них дома оставил. В одних трусах ушел. Ну, что, съели? А откуда ж тогда про скрипочку знаешь? Соображай быстрее. Ладно. Числа 20-го человечек намекнул, мол, скрипка будет у него редкая. вот. И, как вы сказали, типа работа Ага, Анто, ну, вы, в общем, поняли. Ну, а скрипка это не мой профиль. Я вспомнил, что Людка мне про скрипача говорила и про скрипку. Я решил уточнить, сколько это будет стоить. А затем решил, что цена подходящая, да? Да клянусь, не я это. Как зовут человечка? Клякуха Шрам барышет краденым. Шрамченко Антон Георгиевич, 46 лет, по кличке Шрам, дважды судимый за торговлю краденым. Судя по показаниям Калины, алиби которого подтвердилось, получалось, что, возможно, именно Шраму принесли краденую скрипку. Что-то ваши источники напутали. Не было у меня никакой скрипки. На ней кровь, Шрамченко. не понял. Я тут при чем? Ладно. Валер, оформляй гражданина. За что? А мы сейчас квартирку твою потрясем и найдем за что. Нет, так нельзя. Шрам, поможешь следствию, поможешь себе. Ладно, была скрипка, но я же не знал, что на ней кровь. Мне ее буча принес. Кто такой? Сам его не знаю, он раньше с кротом карифанил. Крот? А крот это которого... Да, которого застрелили в том году при задержании. Вы кому скрипку продали? Ну, я же не идиот. Я когда покупал, у меня уже клиент был. Фамилию не вспомню, коллекционер, швед, раз, мусор, кажется. Иностранец? Да вы проверьте, он в интуристе квартировался. Там и точнее узнаете. Я могу рассчитывать на условия. Ну, вы рассчитываете? На теплое белье с собой возьмите. Павел Иванович, ну что, был такой швед Расмонсен? там, на регистрации девушка была, но я проявил учтивость и воспитанность. дома, гостиница, телефона. Пардон, это лично. Лучше. Учтив. Учтивость и воспитанность, да? Ну, ну. Бьерн, Кристиан, Расмонсен. Язык сломать можно. Да, уехал вчера. Валера, ты можешь главное сказать? По Буче что? Ну, а что по Буче? Буча как раз мог и скрипача грохнуть, и скрипочку умыкнуть. Вот только найти его теперь будет сложно. Он на дно залег. Ничего, найдем. Буча, Бучковин, Михаил Сергеевич, 40 лет, дважды судимый за грабежи с проникновением в помещение. После истории с задержанием его подельника Буча никак не проявлялся. В картотеке нашли его отпечатки пальцев. Следователь Маркелов не сомневался, соответствия между ними и отпечатками на бокале не будет. Действовала женщина. Но нельзя было сбрасывать со счетов, что после гибели его дружка, крота, Буча решил взять себе в подельнике даму. Кто она, очень интересовало следствие. Но сначала нужно было найти Бучу. Искать его решили осторожно, через осведомителей. Да. Понял. Спасибо. Буча по пятницам играет в карты в ресторане после закрытия на Ворошиловском проспекте. В Советском Союзе игра в карты на деньги не приветствовалась, как идеологические чуждые явления. Однако, несмотря на это, в карты продолжали играть как рядовые граждане, так и знаменитости. Артисты и писатели, космонавты и директора заводов играли на большие деньги, спрятавшись от бдительного ока государства. Были и знаменитые на всю страну шулеры, например, Евгений Хавич. Он легко убеждал жертву в своей честности, давая возможность клиенту самому приобрести в ближайшем киоске Союзпечати новенькую колоду карт. Смысл трюка заключался в том, что киоскер был в доле и продавал жертве уже крапленую колоду. Отличительной чертой Хавича было то, что он всегда благородно давал проигравшему деньги на обратную дорогу. Будем, значит, брать его в ресторане во время игры. Заодно и притон прикроем. Операция по задержанию вора-рецидивиста Бучковина с одновременной ликвидацией игорного притона началась, как и планировали, ровно в час ночи. Милиция! Всем оставаться на своих местах! Любое движение без моего разрешения будет воспринято как сопротивление или попытка к бегству. Руки на стол! Я сказал, руки на стол. А если нет, ты меня что, расстреляешь? Буча, а ты здесь не из-за азартных игр? Да я вот тоже удивился. Вроде прокуратура, а картишками задеваетесь. Нет, что ты, мы все так же занимаемся особо тяжкими. А что я такого особо тяжкого совершил? Убийство. Где я, а где убийство? Вы про что? Про скрипача, Петрушевич. Какого скрипача? А разве не ты шраму подогнал скрипочку Антониации? А, да, хозяин скрипки убит. Э, притормозите. Я про жмура ничего не знаю. А откуда же тогда скрипочка? Кто еще был с тобой в квартире? Помаду на фужере оставил. Подсыпал клофелин. Мне эту скрипочку студент подогнал. Он мне денег должен был, сказал, скрипка дорогая, старинная, шрамы обигом толкнул. Все, больше я не при делах. Что за студент? Шурик. Ну, давай, давай, напрягай мозги. Шурик мне это ни о чем не говорит. Фамилия. Да он мне паспорт же не давал, а я там помню. А, подождите, он мне, он мне телефон давал. Шурик, Шурик, Витко. Дай сюда. 52-38-11. Где учится? В нашем музыкальном вроде бы. Что? Валер, ты понял? А где вы были? На дне рождения Пашки Смольнинова. Мы отмечали, поэтому мой не пришел. А если бы пришел, отец бы еще живо остался. А назовите мне фамилии ваших друзей, которые там были. Сева Блимштайн, Паша Смолянинов и Саня Витко. А что, у него за долг перед тобой был? Карточный. Точнее. Ну, во время большой игры я поймал его на бухлях. Ну, ты можешь по-человечески сказать? Да жухать меня хотел. Меня. Ну, я бы дал неделю, чтобы он сумму собрал. Мало. Очень мало. Такими порциями ты про наказание за карточный долг слышал? А? Есть мысль. Прошу, только выслушай. Ну? Скрипку принесу. Антони Аци. Подлинник. Она огромных денег стоит. И? И принес, и все. И даже не спросил, что, да, откуда. Ну, я же диссертации не пишу, начальник. Я играл в жизни на барабане, когда пиадером в школе был два раза. Угу. Уводите его. Собирая информацию на Артема Петрушевича оперативник обнаружил, что свидетельство о рождении было выписано парню только в шесть лет. И какое это имеет отношение к делу? Мы просто интересуемся. Итак, почему свидетельство о рождении выдано вашему сыну в шесть лет? Потеряли документы. Но выдан не дубликат. Слушайте, вас это совершенно не касается. Нас это как раз касается. Ну да, Артем был неродной Сергею. Но когда мы поженились, он его усыновил и дал свою фамилию. Вот поэтому и свидетельство было выдано новое. Мы хотели сохранить втайне от Артема. Удалось? Нет. Когда Темочке было 15, он очень сильно поругался с Сережей. Ну а тот не выдержал и выпалил ему все. И часто они ругались? Бывало. Господи, вы же не думаете, что Тема? Ну мало ли, что в семьях бывает. Ну не убивать же. И потом он был у приятеля. Вы же проверяли? После беседы с Маргаритой сыщики отправились домой к Артему. Добрый день. Здрасте. Мы из милиции. Скажите, пожалуйста, вам сегодня студент из 16-й, Артем Петрушевич, попадался на глаза? Сегодня нет. А вчера видела, с другом приходил. А вы не знаете, он дома. Я не видела, чтобы кто-то уходил. И в двери я же не дежурю. Скажите, этот друг был вчера с Артемом? Да, вроде он. Кто-то есть дома? Мы заходим. А вы, пожалуйста, пройдите с нами, будете понятой. Павел Иванович. Живой? Живой, живой. Давай, давай, просыпайся. Ну, очнись. Вставай. Вот, вот, вот. Доброе утро. Скорая. Следователь прокуратуры Маркелов. По адресу Ленина, 24, квартира 16. Передозировка лекарственными препаратами. Поторопитесь. Бокалов нет. Неужто я прям из бутылки пил? Вернувшись из командировки домой, оперная певица Маргарита Петрушевич обнаружила мертвым своего мужа, известного скрипача Сергея Петрушевича. Музыканту проломили череп. Из квартиры похитили старинную скрипку работы итальянского мастера Антониаци и французскую помаду Ифраше. Под подозрение попадает сын убитого Артем. Его приятель Александр Витко отдал украденную скрипку за карточный долг. Артема находят в квартире без сознания. Провели экспертиза на коньячной бутылке оказались отпечатки пальцев только Артема, что говорило в пользу версии попытка самоубийства. Однако на упаковках Клофелина не нашли ничьих отпечатков, а это было странно. По логике отпечатки Артема должны были остаться и на упаковке. Александра Витко приятеля Артема дома не было, у друзей тоже. Его объявили в розыск. Через день Артем пришел в себя и следователь смог его допросить. Шурик сказал, что хочет обсудить дела. Мы встретились у меня под подъездом. Он взял коньяк. Не-не-не. Так это что не пьешь? Ты же знаешь, я коньяк плохо переношу. Это тебе в качестве спасибо. Так у меня вино есть. Я сейчас принесу. А ты о чем поговорить хотел? Да волнуюсь я. Да мне и самому не по себе. Но это же была случайность. Чистая. Больше я ничего не помню. Кто убил твоего отчима? Ты или дружок твой? Клянусь, я не убивал. Это все Саня. Он и меня хотел убить. Я так рад, что вы пришли. Я его своим другом считал. Выкладывай, как дело было. Артем признался, что когда Витко рассказал ему про долг и про угрозы Бучи, он испугался за друга. Когда ты должен деньги вернуть? В воскресенье. Если не верну, мне хана. может исчезнуть. Нужно в милицию пойти. И что? Доказатель с карточного долга никаких. Если этого Бучу даже проверят, за что закрывать? Он же не простит. Он не простит, что я стуканул. И что он сделает? Пришьет меня, вот и все. У меня мать больная, почти не ходит. Слушай. есть мысль. Ну. Александр Витко стал просить Артема выкрасть отцовскую скрипку. Да ты что? Ну она же застрахована, деньги ему вернут. Да он же сразу на меня подумает. Да не подумает. Я все продумал. У тебя будет алиби. Темыч, Темыч, умоляю, мы же как братья. Он попросил и ты согласился. Я друга спасти хотел. Кто ж знал, что все так получится? И что Саня такой сволочью окажется? Александра Витко задержали в Киеве. Он садился в поезд до Львова. Все обвинения Витко категорически отбрасывал, пока ему не устроили вочную ставку с Бучей и не провели обыск в квартире его матери. На туалетном столике у женщины нашли ту самую пропавшую помаду фирмы Ивроша. Узнаешь? Расскажешь сам, засчитаю чисто сердечное. А оно тебе сейчас ой, как необходимо. Помаду то чего не выкинул? Хотел мамку порадовать. Что она в своей жизни-то видела? Все меня растило. Отец пил, сдох под забором. Брата подрезали. Ну да, ну да. Ты решил продолжить династию? А я не хотел убивать дядю Сережу. Рассказывай по порядку. Витко рассказал, что по плану Артем должен был усыпить отца и впустив Витко быстро уйти из квартиры, обеспечивая алиби обоим на дне рождения у друзей. Ключ от сейфа он дал мне. Но следы от взлома нужно было оставить. Как и следы губной помадой на бокале. Хотели пустить следствие по ложному следу. Но все пошло не так. Так. ПОЛОДИСМЕНТОМ 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 КОНЕЦ Это ж как понимать-то? Не понял? Саша? Сергей Александрович, это не то, что вы подумали. Я сейчас все объясню. Ты в милиции все объяснишь, ворюга. Не надо! Я испугался. Я не соображал, что я делаю. А когда Артем отравил клофелином, тоже не соображал? Я вообще-то Артема одолжение сделал. Даже так? Интересно, какое? Артема же на скрипке учился в школе играть. О карьере мечтал. А его отчим на народные инструменты отправил. На балалайки бренчать. Так и сказал, в семье Петрушевичей хватит одного гениального скрипача. Но за убийство у нас пока еще спасибо не говорят. Зато сроки дают. Да я все это не со зла. Александра Витко по совокупности совершенных преступлений приговорили к 12 годам лишения свободы. Его друга Артема – четырем. Скрипку Антониации, которая была вывезена из Союза гражданином Швеции Расмусиным, до сих пор найти так и не удалось. Скорее всего, она стала частью какой-то частной коллекции. На концертах за все время так и не появилась. Маргарита Львовна Петрушевич после смерти мужа в скором времени снова вышла замуж. Ее очередным избранником стал директор Ростовского речного порта. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Тренер, сколько можно? Будешь неженка не видать золота. Опять без разминки на предельный вес? В этом вся суть. Делаешь один рывок, потом отдыхаешь и еще один. Да, понял. Давай, давай. Эй, ты чего, Матвей? 11 ноября 1977 года в Николаеве в спортивном комплексе «Заря» произошло ЧП. Во время тренировки скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Он готовился к первенству у СССР по тяжелой атлетике. По словам тренера, Алексеенко был надеждой Николаевской команды. Его здоровье сомнений не вызывало. Руководство области сразу отреагировало на инцидент. Разобраться в причинах внезапной смерти спортсмена предстояло майору Павлу Кузьменко. Значит, говорите, что никого подозрительного здесь не видели. И одну минуточку. Алла Иванович, приветствую. Вы какими судьбами? В здоровом теле здоровый дух. Решил подкачаться, мой юный друг. А если серьезно, дело на карандаше у руководства области. Вот, прислали проконтролировать и разобраться. Работай. Что скажешь, Леня? Пока ничего конкретного. Судмедэксперт объяснил, спортсмен скончался от сосудистого коллапса. Что его спровоцировало, эксперт пока не мог ответить. У жертвы наблюдается вялость мышц, но при этом полопались сосуды в глазах и красная пигментация кожи. Да, он действительно красный, как помидор. Знаешь, положа руку на сердце, простите за каламбур, не часто встретишь такое сочетание симптомов. Что смущает? По мнению судмедэксперта, покраснение и лопнувшие сосуды свидетельствуют о резком повышении давления. Вялость мышечного корсета наоборот, о понижении давления. Плюс сухость губ. А это о чем свидетельствует? О том, что перед смертью у него резко повысилась температура. Да, и еще запах ацетона из ротовой полости. В смысле запах ацетона? Ацетономия. А учитывая, что у него повысилась температура, значит, ацетон был не природного характера, а в результате внутреннего отравления организма. Так, давление, отравление, сердечный приступ. Ну, пока криминала не вижу. Ну, а я пока все. Больше смогу сказать только после вскрытия и проведения анализов. Допрыгался. Сам это дерьмо разгребать будешь? Я не намерен. Под статью у меня подвел. Игорь, это кто? Ну, слева тренер Костров. А этого я не знаю. Ну-ка, идем, познакомимся с товарищем поближе. Здравствуйте. Майор Кузьменко. А вы? Директор спорткомплекса Панченко Михаил Андреевич. Из-за чего крик? А вы не видите. Вот. Спортсмена в гроб загоняет. Миша, ты книжный червь. В спорте ничего не смыслишь, а я... Ну, конечно. Нехорошо мне скорую вызоветь. Леня, помоги человеку. Да. А ну-ка, ну-ка. Где медпункт? По коридору налево. Давай. Симулянт. Рассказывайте, только спокойно и без эмоций. Ну, как же тут можно без эмоций? Матвей наш лучший атлет. Я в курсе. Только что вы обвинили в смерти атлета, его тренера. Почему? Ну, я погорячился. Это понимаете... Директор спорткомплекса объяснил, тренер-приверженец экспериментальных систем тренировок, которые разрабатывал сам. Если знали, что Костров подвергает спортсменам опасности, почему не вмешались? Ну, знаете, раньше спортсмены у нас не умирали. Тем более, Матвей не единственный атлет, которого Костров тренирует. Тренировал. Тренер Дмитрий Костров был известен среди специалистов тем, что за рекордно короткие сроки, 2-3 года, мог из обычного любителя сделать профессионального тяжелоатлета. Методику тренировок для своих спортсменов Костров разрабатывал сам. Основным принципом была так называемая нагрузка на холодные мышцы. Причину смерти Матвея Алексеенко можно было списать на то, что он без предварительной подготовки, по указанию тренера, хотел поднять предельный для себя вес. Но настораживали симптомы отравления, которые заметил судмедэксперт. Предстояло выяснить, что ел и пил в тот день погибший тяжелоатлет. Пока оперативники беседовали с директором спорткомплекса, криминалист изучал содержимое шкафчика погибшего. Обратите внимание, что на всех шкафчиках кодовые замки. Это мы год назад поменяли. Знаете, очень удобно. У каждого свой код. И код от шкафчика знает только хозяин. Разумеется. Замки дорогие, с тройной системой кодирования. Подобрать очень сложно. Ой, я вас умоляю. Встал за спиной, подсмотрел тоже мне Форт Нокс. Что внутри? Термос. Внутри какая-то жидкость. Пока не могу определить, что за жидкость. Фу, что за мерзость. Что это? Спортивное пойло. Это их командный врач готовит. Прошу прощения, можно я пойду? Если что, я у себя. Идите. Только из спорткомплекса никуда. Что в сумке? Здесь у нас имеются часы, портмоне. Внутри имеются два билета в кино, использованных. И мазь для разогрева мышц. Ну, друзья, какие будут версии? А мне кажется, он этим киселем траванулся. Плюс еще нагрузка сверху. Парня, конечно, жалко. Но если с напитком окажется все в порядке, то дело не наше. Пусть сами разбираются с врачом и тренером. Кстати, Игорь, с врачом надо поговорить. А ты что скажешь? Какой-то странный запах в этой мази. Такая же есть у моего отца, но запах другой. А что касается дела, на шкафчике имеются бороздки. Вот. Могу предположить, что шкафчик взламывали самым наглым образом. Ясно. Игорь, узнай, не было ли проблем с шкафчиком? Сделаем. Бороздки, говоришь? В крови Алексеенко обнаружили высокое содержание анаболических стероидов. Эти вещества способны повышать давление из-за задержки в организме воды. Считалось, что советские спортсмены не принимают допинг. Побеждают благодаря таланту, упорству и опытным тренерам. Но с конца 50-х в Союзе, как в странах Европы и Америки, набирал популярность препарат метадронстенол. Его изобрел американский врач Джон Босли Зиглер. И с 1958 года этот препарат стал основой фармакологической поддержки в первую очередь американских спортсменов. Он обеспечивал быстрый прирост мышц, выносливость и повышал силовые показатели. До середины 80-х допинг-контроль проводился выборочно, но в пару скандалов советские спортсмены все-таки попали. В 1976-м на Олимпиаде в Инсбруке у советской лыжницы Галины Кулаковой отобрали бронзовую медаль, заработанную в гонке на 5 километров. В ее организме нашли эфедрин. При этом было доказано, что препарат попал в организм Кулаковой вследствие употребления назального спрея от простуды. О присутствии эфедрина в составе спрея спортсменка не знала. В 1984-м году в Париже на допинг-тест не явилась легкоатлетка Татьяна Казанкина. Многие спортсмены утверждали, что им давали допинг-препараты Тайна в виде витаминов, назальных спреев, белковых коктейлей. Экспертиза установила, что стероиды попали в организм спортсмена с питьем, они были добавлены в его термос. Доза большая. Возникал вопрос, знал ли об этом погибший или нет. Кроме того, в день смерти после утренней тренировки Алексеенко жаловался слесарю спорткомплекса, что не может открыть замок. Слесарь рассказал, что уже не первый раз в шкафчике Алексеенко проблемы с замком. Вот третьего дня прибежал и говорит, Макарыч, помоги. Замок заел. Кот не признает. Я, я, что я, я ему помог. В день смерти с замком тоже были проблемы? Да. Матвей, привет. Матвей чуть не сазанул меня. Сильно торопился. Расписание тренировок Алексеенко делилось на утреннее и вечернее. Последнюю неделю тренер Костров заставил спортсмена тренироваться два раза в день. Тёмку возьми и отожми. Отожми. Мне потом директор голову отожмёт. Ага, отожмёт. Терпи. Тут надо аккуратно. Матвей, хорошо, что не убежал. Вот твой коктейль. Выпей сразу. Хорошо. Подождите. То есть вы хотите сказать, что термос ему дал сам врач? Да. Пришёл и говорит, вот, пей, не бойся, там всё есть. Всё это что? А я знаю. Всё значит всё. А как бы мне этого врача найти? Там? Пойдёте прямо, а потом направо. Всего доброго. Всего наилучшего. Пока оперативник беседовал со слесарем, майор нанёс визит вдове Алексеенко. Вера, простите, что спрашиваю. Ваш муж, он принимал какие-то препараты? Зачем? Матвей здоров. Был. Ну, я имею в виду спортивные. Там, чтобы мышцы лучше росли, чтобы вес набрать. Я не знаю, о чём вы. Питался по системе, белковая диета. О другом я не слышала. Ну, он же готовился к соревнованиям, вероятно, хотел победить. Да ему всё равно было. Матвей собирался уходить из спорта. Это Костров на него насел, сказал, выступишь хорошо, квартиру дам. Вот как? Интересно. И что ваш муж? Это я виновата. Я его уговорила. Я просто не хотела, чтобы мы всё потеряли. Вера призналась. Когда муж сообщил тренеру об уходе, тот позвонил ей и попросил переубедить Матвея. Костров звонил. Гад. Матвей, ну подумай, это же квартира. Да он меня в могилу загонит. Я въезд на холодные мышцы беру. У меня спина, локти, колени, печень, всё болит. Миленький, ну потерпи, это же всего пару месяцев. Какая же ты? А благодаря спорту у него были премии на заводе, где он числился высококвалифицированным работником. И тренер выбил для него дополнительную ставку инструкторам физкультуры. Да и квартиру бы выбил. Если бы я знала, что всё так будет. Во время тренировки в Николаевском спорткомплексе «Заря» скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Судмедэксперт определил, причиной смерти стал сосудистый коллапс. Но что могло его вызвать у здорового молодого человека? Многие считали, что в смерти Алексеенко виноват его тренер, который в последнее время давал ему слишком большую нагрузку. Вдова спортсмена сообщила, что Матвей хотел покинуть спорт, но тренер его не отпускал. Всё же хорошо было. Мы в кино на служебный роман ходили, смеялись. Скажите, а враги у вашего мужа были? Я не знаю. Один странный случай был. Вера рассказала, что примерно неделю назад Матвей пришёл домой явно после драки. У него была разбита губа. Матвей, что случилось? Да-да, легоньер. Вера заметила в руке у мужа обрывок ткани, воротник от мужской рубашки. Больше подождёшь? Угу. Ну, это точно не хулиганы. А почему вы так думаете? Вера объяснила, она хотела выбросить оторванный воротник, но Матвей не дал. А можно посмотреть этот обрывок? Да, сейчас. Вот. Модная расцветка и рубашка в клетку. Майор обратил внимание, что ткань воротника новая. Вероятно, рубашку купили недавно. Я заберу. Вы понимаете, что оторвали меня от работы? Ну, вот ты мне сейчас как раз-таки про свою работу и расскажешь. Игорь, что здесь происходит? Павел Иванович, здрасте. Так это, вот привёл. Знакомьтесь. Анатолий Хрящёв, врач. По показаниям свидетелей, именно он сделал тот самый коктейль, в котором мы нашли стероиды. О, как интересно. Майор Кузьменко, с удовольствием послушали. Вы вообще в своём у меня? Какие стероиды? Да, я делал ему в тот день коктейль обыкновенный белково-злаковый. Врач объяснил. Он разработал специальный коктейль для тяжелоатлетов. В него входили спаржа, ростки пшеницы, соевое молоко и витамины для укрепления мышц. Кстати, в тот день я добавил ему ещё очищенный желатин для суставов. Он жаловался на боль. Интересная картина получается. Алексеенко и по особой системе питался, и тренировался, коктейли специальные пил, а результат плачевный получил. Почему? Так не ко мне вопрос, а к Кострову. Он к спортсменам как к мясу относился. Послушайте, но ведь коктейль-то сделали именно вы. Именно я, потому что мне Матвей доверял, а Кострову нет. По словам врача, месяц назад Алексеенко пришёл к нему с недомоганием, болела печень. После анализов стало ясно, из-за приёма стероидов. Костров! Чё орёшь? Вышли отсюда бегом! Я же тебе сказал нет. Так ты решил меня втихаря набойками пичкать? Успокойся, придурок. Ты сам потом спасибо скажешь. Что он скажет? Так Матвей! Не надо. Сам побеждай на своих чемпионатах. Я ухожу. Ты ему успокоительное уколи какое-то. Зачем ты это делаешь? Альболит, варежку захлопни. Уж не знаю как, но Костров уговорил Матвея остаться. Но всё, что касается питания, добавок и коктейлей, делал ему исключительно я. И он каждую неделю сдавал анализы. Почему молчали, что Костров без ведома спортсменов им стероиды? А я не молчал. Я говорил Кострову, Панченко, ребятам всем говорил. Вы меня чего здесь держите? На крышке термоса криминалист нашёл несколько отпечатков. Два не принадлежали погибшему Алексеенко. Перед тем, как беседовать с Костровым, который, к слову сказать, все эти дни провёл в больнице с сердечным приступом, оперативник поговорил с ребятами, которых тот тренировал. Никто из них не признался, что между погибшим и тренером был конфликт. Не стали они говорить и о приёме стероидных препаратов. Когда же оперативники приехали к Кострову в больницу, там его не оказалось. Он покинул её без согласия врачей. Ну что, не ждал? Ну, сюрприз. Вижу, вам уже лучше. Куда собрались? Ну, так дела у меня. Интересно, кто это вас успел предупредить? Присаживайтесь. Садитесь. Я не понимаю, о чём вы. А я, кажется, понимаю. Тренер-то у нас совсем не тренер. Что это? Тотализатор. На листе бумаги были написаны в столбик фамилии тяжелоатлетов и напротив каждая сумма от 200 до 1000 рублей. Значилась в списке и фамилия Алексеенко. Это не тотализатор. Что тогда? Ну, дядя, отвечай, спрашивают, что это? А вы как думаете, я из-за дохликов тяжей за спасибо должен делать? Да мои ребята во всех республиканских сборных. Вот это благодарили. Что же вы тогда в Николаеве до сих пор? Вас послушать так вам прямая дорога в столицу. А я за славой не стремлюсь. Ваше стремление я вижу. Алексеенко мёртв, в его крови найдены стероиды. И у нас есть свидетель, который нам рассказал о том, что вы тайно пичкали ими погибшего. Сюрприз. Кто? Хрящов ваш свидетель. До этого и болит, а у самого рыльца в пушку. По словам Кострова, дозировки стероидов и регулярность приёма рассчитывал врач. А когда Алексеенко поднял хай, тогда Хрящовый зашевелился. А вы бы предпочли, чтобы он промолчал? Послушайте, я Алексеенко стероиды не давал. Когда Матвей решил уйти, я не следил за его питанием. Только тренировки. Это мы проверим. Игорь, забирай товарища. С удовольствием. Пойдём. Вы хоть знаете, какие у меня покровители? Знаем. У нас не хуже. Пойдём. 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 Привет. Ну, какие новости? А новости у нас такие, что на термосе пальчики не Кострова. Ну и плюс с утра ещё заехал в спорткомплекс. Что, решил моему примеру последовать? Спортом заняться? Так куда мне до вас полуванность? Тем более тренера не оказалось после ухода Алексеенко, вплоть до самой вечерней тренировки. Ну, этой спортивной братье и на слово верить нельзя. А вот то, что его пальчиков не оказалось, хотя мог и стереть. Мог. И что самое интересное заметил, после смерти Алексеенко по нему особо никто не грустил. Не любили, значит. Ну, мне так показалось. А что у вас за тканюшка? Трофей. Покойный Алексеенко накануне подрался, домой принёс. Во всяком случае, его вдова так утверждает. Так я сегодня точно такую же видел. Гольчук рассказал, что когда утром повторно опрашивал атлетов, один из них, Саша Шевцов, был точно в такой же рубашке. До свидания. Кстати, отличная рубашка. Фирма. Десять штук на весь Николаев. Десять штук, говоришь? А это мысль. Не любили, говоришь, в команде? Но мне так показалось. Поехали. Десять штук, говоришь. Ковбойка. Клечатая рубаха из плотной фланелевой ткани. В 70-е она была популярна не меньше джинсовых курток и чёрных водолазок. На прилавках магазинов ковбойки венгерского или ГДРовского производства появлялись раз в полгода, но очень маленькими партиями. Десять-пятнадцать штук. И уходили своим. Ковбойку любили за долгую носку и модный внешний вид. Приверженцами ковбоек были Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Владимир Высоцкий, Николай Ерёменко. Отечественные фабрики тоже выпускали клетчатые рубашки. Но в отличие от иностранных, после первой же стирки материал приобретал неприятный белёсый оттенок, а небольшой ворс скатывался, добавляя неприятности. Майор не ошибся. Одним из списка был Саша Шевцов. И он купил себе не одну, а сразу две такие рубашки. Этот воротник был от одной из них. Выяснилось, что между Алексеенко и Шевцовым давняя конкуренция. А последнее время дело доходило до драк. Кроме того, отпечатки Шевцова совпали с найденными на термосе. В квартире подозреваемого провели обыск. Знаешь, что это? Это препарат, который мы нашли у тебя дома и в коктейле погибшего. Рубашечка с оторванным воротником. А вот и воротничок от неё. Пальчики на термосе. Так что, Шевцов, придётся тебе многое объяснить. Да не мог Матвей умереть от этого. Он бугай здоровый. Мы эти пилюли стероидные пачками глотаем. Шевцов признался, что подмешал стероиды в коктейль Алексеенко, когда тот ушёл из спорткомплекса. И зачем? Я знал, что он пригрозил тренеру, что если тот ещё раз подсыпит ему стероиды, то он уйдёт. Но я и подумал, если он уйдёт, может, у меня появятся шансы. Честным методом лучшим стать не получилось. Решил подлостью взять. Это ему тяжёлая атлетика до лампочки. Для меня это всё. Настолько всё, что аж рубахе не жалко, да? Так я не думал, что до драки дойдёт. Привет, а ты что же сделаешь? Разговор есть. Где твоё слово? Ты же сказал, что уйдёшь. Сань, не начинай. Сначала квартиру пообещали, потом машину и всё? Ты теперь до пенсии будешь штангу тягать? Тебе какое дело? Да у меня шансов больше и желаний есть. Но пока есть ты, на меня никто же даже и не смотрит. Уходи. Я тебе отступные заплачу. Не могу, жена не поймёт. А жена не против, что ты с другой кувыркаешься? Что ты сказал? А что слышал? С кем кувыркаюсь? Отпусти! Проваливай отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Понял? Он как узнал, что я знаю про его любовницу на стороне, так он взбесился, набросился на меня, он рубашку порвал. У Алексеенко была любовница? Кто? Я не знаю. Блондинка какая-то. Он как утреннюю тренировку заканчивал, сразу к ней бежал. А ты откуда знаешь? А, так я видел их несколько раз, как они у кинотеатра зажимались. В день смерти, ну, то есть, когда я... Шевцов рассказал, что в день смерти, перед тем, как подмешать в коктейль стероиды, выяснил, что Алексеенко собрался в кино на дневной сеанс. Как узнал? Да, билеты увидел. Новый фильм. Служебный роман. На этот фильм он с женой ходил. Так как бы не так. Я же следил за ним, ну, чтобы убедиться, что он ушел. Так вот, не жена его за квартал от спорткомплекса на такси ждала. Это ты сломал замок на его ящике? Макарыч, когда замок починил, он пароль свой поставил. А я и подсмотрел. Да ну не мог он умереть от стероидов. Мог, не мог, а умер. Следовательно, Шевцов отвечать придется. Да не расстраивайся ты так. Жизнь на этом не кончается. В других местах займешься спортом. Получается. Да. Ну что, Игорь, сделал дело, гуляй смело. Виновный найден, мы свою миссию выполнили. Завтра доложу начальству. Я бы, я бы не торопился. У меня признание в кармане. У меня результаты экспертизы. Вот. Помните, ту мазь, что странно пахнет? Какой-то странный запах в этой мази. Такая же есть у моего отца, но запах другой. Помню, и что? Мне удалось определить ее свойства. Бромид пиперкурония. Мейроэлоксан длительного действия. Чего? Чего? Препарат, снижающий общий тонус организма. Найти его очень сложно. Он практически несовместим со стероидами. А Леня об этом знает? Да, знает. И что он сказал? Ну вот вы сейчас с ним и поговорите. Не понимаю. Почему я это заключение получаю только сейчас? Мы не могли определить, нужно было химикам отдавать. Скажите спасибо, что так сложилось. Я мог и не сдать настоящий запах мази. Изучив вновь появившиеся данные, судмедэксперт пришел к выводу, что необъяснимый разрыв сердца у здорового атлета вызвало одновременное наличие в организме сильного релаксанта и стероидов. Один препарат повысил тестостерон, другой снизил проводимость сосудов и расслабил мышцы. Итог – скачок артериального давления и разрыв сердца. Первый препарат был добавлен в коктейль, второй – в мазь от растяжения. Это подтверждалось симптомами, которые обнаружили при первичном осмотре тела. Вялость мышц, но при этом лопнувшие сосуды в глазах. Новая информация полностью меняла картину дела. У следствия уже был тот, кто подмешал стероиды. Теперь оставалось найти того, кто добавил в мазь спортсмена релаксант. Выяснили, спортсмен купил мазь за три дня до смерти. Именно тогда и сломался в первый раз замок в его шкафчике. Два. Оперативники решили выяснить, с кем же был в кино погибший. Да-да-да. Добрый день. Добрый. Нам очень нужна ваша помощь. Чем же я могу помочь? Скажите, узнаете человека? 11 числа примерно в 2 часа был на сеансе служебный роман. Ну, парень видный, запомнить несложно. Потом он бывает у нас временами. С молодой блондинкой обычно. А писать можете? Описания билетерши совпали с описаниями Шевцова. Высокая блондинка 25-30 лет. А лицо запомнили? Лицо красивое, глаза большие. И вот тут родинка. Я все про родинку думала, настоящая или рисует. Сейчас же модно. Я попрошу вас проехать с Игорем. Хорошо. Гражданку к художникам пусть нарисуют мне эту блондинку. Сделаем. А вы? Я к вдове наведаюсь. Я знала, вернее догадывалась. Почему сразу не сказали? А зачем о покойнике плохо? Релаксант, который мы нашли в МАЗе, на потенцию влияет. Вы думаете, что это я? Нет. А про кино зачем соврали? Он же в него не с вами ходил, а с любовницей. Все же хорошо было. Мы в кино на служебный роман ходили, смеялись. Я не врала. Мы ходили в кино за день до смерти. Он меня часто в кинотеатр водил. Я, конечно, больше театр люблю, но и в кино ходила. Есть мысли, кто его любовница? Нет. Знаю только, что блондинка. Волосы на одежде нашла. Это и мы знаем. Алла Иванович, тук-тук. Ну что, по нашему портрету похожий прокол, потому что ни в спорткомплексе, ни на заводе никто не узнал. А это что? А это план Б. Замерз в пальтишке своем. Да похолодало. Я, в общем, принес фотографии, где гимнастки, теннисистки, фехтовальщицы, ну, все, кто занимался в спорткомплексе, плюс работницы из завода от 20 до 30 лет. Ну, должны же они были где-то познакомиться. А может, я фотографии тех, у кого не светлые волосы, уберу? Не надо. Может быть, она покрасилась недавно. Может. Держи. Будем искать. Ни среди работниц завода, ни среди спортсменок блондинки, которую искали, не оказалось. Тем временем оперативники тщательно проверили всех, начиная от жены Алексеенко до директора спорткомплекса на предмет доступа к релаксанту. В аптеке его просто так не купишь. Используют препарат в основном в отделениях реанимации. Результат был неожиданный. Жена директора спорткомплекса Михаила Панченко работала операционной сестрой. Имела доступ к миорелаксанту и на протяжении полугода регулярно брала его из реабилитационной аптечки. Сыщики отправились к Наталье на работу. Когда оперативники зашли во двор больницы, где работала Наталья Панченко, их ждал сюрприз. Девушка, а можно с вами познакомиться? Я свешу. Это же она, Павел Иванович. Это она. Девушка. Можно вопросик? Скажите, Наталья Панченко здесь работает? Я Наталья Панченко. Значит, Михаил Панченко ваш муж, правильно? Да, а вы кто? Чем я могу вам помочь? Скажите, а вы знаете такое вещество бромид пир... 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 Пиперкурония. Да. Услышав о релаксанте, Наталья испугалась. Она поняла, что сыщикам известно о ее отношениях с погибшим. Не понимаю, почему вы думаете, что релаксант мазь подмешала я? Ну, может, не вы, а ваш муж. Миша? Да. Я ему показал ваш портрет, и он сделал вид, что вас совсем не знает. Наталья, нам известно, что вы регулярно брали этот препарат из реанимационной аптечки. Брала, и что? Во время тренировки в Николаевском спорткомплексе «Заря» скончался тяжелоатлет Матвей Алексеенко. Экспертиза показала. Смерть наступила от сочетания в его организме стероидов и миорелаксантов. Александр Шевцов, один из спортсменов команды, сознался, что это он подмешал стероиды в белковый коктейль Матвея, но убивать его не хотел. От одних стероидов Алексеенко не умер бы. Кто-то добавил в мазь спортсмена релаксант. Подозрение падает на Михаила Панченко, директора спорткомплекса «Заря» и его жену Наталью. Она была любовницей погибшего спортсмена и имела доступ к нужному препарату. Миша жаловался на боли и сильное напряжение в шее. Из-за этого у него болела голова. А тут один укол, и проблема снимается. Муж знал, где хранится препарат? А как он воздействует? Не знаю. Я ему говорила только, что он мышцы расслабляет. А, ну и вызывает проблемы с потенцией. Но это же лучше, чем с головной болью ходить. Да с такой женой лучше с головной болью. Скажите, Панченко, как узнал о ваших отношениях с погибшим? Я не знаю. Я вообще не знала, что он знает. Миша. Что Миша? Игорь, лови! Миша, беги! Глупо. Я люблю Мишу. Матвей, это так. Ничего серьезного. Ваш муж подумал иначе. И дров наломал. В придачу. Доказать, что именно Панченко добавил препарат в мазь погибшего, было трудной задачей. Наталья без протокола призналась, но в письменных показаниях отрицала, что муж знал хоть что-то о препарате. Отпечатков Панченко на баночке не нашли. Кузьменко проконсультировался с экспертами и выяснил, что перед тем, как добавить препарат в мазь, его надо растворить, так как препарат представляет собой кристаллический порошок. И уже потом смешать с мазью. У Панченко провели обыск. На рабочем столе его кабинете нашли плохо вытертый жирный след. По химическому составу это была мазь, смешанная с миорелаксантом. А в сейфе эксперты обнаружили гранулы самого препарата. Хорошо, пусть так. Препарат в мазь добавлял я, но я не знал, что он умрет. Этого не должно было произойти. Рассказывайте по порядку. Я узнал, что жена мне изменяет, и это меня взбесило. Панченко признался, он любит жену и понимал, почему она изменяет, но выносить ее измену не мог. Ну, я понимаю, она молодая, у меня головные боли. Узнав, что препарат, который ему колет на талии, ослабляет потенцию, он решил, что добавит его Алексеенко в мазь, который спортсмен пользовался довольно часто. Продолжение следует... Поэтому я хотел сделать так, чтобы он стал Наталье не нужен. Да, замысловатый план. Ну, какой есть. Послушайте, но она нашла бы себе другого. Или вы всех любовников жены собирались делать импотентами? Вот так, мой юный друг, стать импотентом можно вдруг. Это не для протокола. Ну, мне искренне жаль, Алексеенко, но я не хотел его убивать. Я не виноват. Никто ничего не знал, никто не виноват. А человека нет. Такой дуплет. Мне искренне жаль, Алексеенко. Ну, это так вышло. Несчастный случай. Несмотря на то, что действия Михаила Панченко и Александра Шевцова привели к гибели тяжелоатлета, до суда дело так и не дошло. Каждый из препаратов сам по себе не вызывал смерти. Ни Панченко, ни Шевцов не могли предвидеть, что Алексеенко умрет. Они стремились нанести вред его здоровью, но оценить этот вред было невозможно из-за смерти атлета. Панченко уволился с должности директора спорткомплекса. Шевцова выгнали из команды и на республиканском первенстве ему выступить не удалось. Тренер Костров написал заявление об уходе. Он переехал в Алма-Ату, где возглавил в юношеской спортивной школе секцию тяжелой атлетики.